Привет! Шортс не работает на YouTube должным образом. Многие видеоролики, снятые как шортс и правильно оформленные как шортс, таковыми системой не определяются. YouTube разработал новый алгоритм родительского контроля, а Путин подписал закон о штрафах YouTube и других соцсетей, а также возникли новые важные предписания со стороны Роскомнадзора, которые могут повлиять на судьбу YouTube и других соцсетей на территории нашей страны. Поехали обо всем подробнее. Главная новость, конечно, касается шортс, потому что этот формат все больше набирает популярность, и данный выпуск во многом посвящен именно шортс. Многие ютюберы снимают шортс и значительно расширяют аудиторию. В шортс теперь доступна реклама, и да, пусть доход от монетизации достаточно небольшой, потому что далеко не все форматы рекламы доступны в этом формате контента, но тем не менее это все монетизируется, это приносит просмотры, это приносит новую аудиторию, и поэтому многие ютюберы устремились снимать шортс. Однако, сервис находится по-прежнему в состоянии бета-тестирования в большинстве стран. Напомню, запущен он в Индии, с марта месяца стартует уже в нетестовом в основном режиме в США, в остальных странах пока тестируется. В том числе у нас шортс находится на этапе тестирования, и пока еще официально не запущены. Это приводит к тому, что довольно чистые сбои. Даже если вы в названии, либо в описании ставите хэштег шортс, не факт, что ваше видео продолжительностью менее одной минуты будет распознано как шортс, и никак повлиять на это невозможно. По статистике русскоязычного сообщества, в среднем лишь одно из десяти видеороликов, снятых по всем правилам, корректно распознаются как шортс, и ютюб пока никак не прокомментировал данную ситуацию. Теперь я расскажу одну историю о том, как один из майнкрафтеров за пару месяцев раскрутил канал до миллиона подписчиков, снимая шортс. Об этом, видимо, нужно будет создать отдельный видеоролик. Мне даже друг подсказал название этого видео, я пока его озвучивать не буду. Но суть в том, что на канале создавались очень динамичные, очень хайповые, очень такие клиповые видеоролики с суперчастой сменой картинки, с супервысокой динамикой речи. 120 слов в минуту, только представьте себе, какой напор страстей. И еще шортсы перезагружались по несколько раз, для того, чтобы добиться правильного значка из топ-кадра шортс. Как вы знаете, именно в формате шортс значки не работают, значки персонализированных видеороликов, они не отображаются. Но подбирается некий статичный кадр, который выступает значком. Так вот, если удавалось захватить правильный, привлекающий внимание кадр, а даже подбирали определенный хронометраж, с которого YouTube может захватывать кадр, то такие шортс получали больше показов, больше просмотров, и, соответственно, собирали большую аудиторию. Поэтому майнкрафтерам, игровым каналам делать динамичные шортсы весьма полезно. Единственное, о чем высказывает сомнение автор аналитического канала для язычной аудитории ютюберов, касается того, что канал, который так вот подняли на шортах, это был новый канал, на котором выходили только шортс. И я могу сказать, что для старта с нуля, в общем-то, значительный прогресс может быть достигнут в игре Among Us и в Майнкрафте. Что касается других проектов, там надо анализировать каждый случай индивидуально. Общие же рекомендации пока только такие. И можете попробовать, если вы хотите создавать новый игровой канал сейчас, флаг вам в руки, попробуйте, отпишитесь. Я рассказываю следующую новость, она касается родительского контроля на YouTube. И YouTube разработал новый алгоритм, который позволяет родителям ограничивать доступ детей к различным роликам и функциям. Бета-тестирование начинается в ближайшие месяцы. Родителям предлагаются три типа контроля. Базовый, когда для детей, кто перерос в YouTube Kids, доступна основная платформа и подборка включает определенные видеоблоги, обучающие образовательные ролики, музыкальные клипы, а также видео, посвященные играм, новым событиям и другим темам, которые интересны детям от 9 лет. Расширенный вариант контроля. Ребенку будет доступна более широкая подборка видеороликов, чем в базовом и прямые трансляции. И следующий уровень контроля, наименее суровый, это почти весь YouTube, когда все доступно, кроме контента 18+. Следующая новость касается политики. Тут целая подборка, но это важная новость, и я кратко и не агрессивным. Путин подписал закон о штрафах для YouTube и соцсетей. 24 февраля произошло внесение изменений, поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют штрафовать иностранные интернет-платформы, допускающие дискриминацию российских государственных СМИ. Какие санкции? Штрафы 50-100 тысяч рублей для физлиц, 200-400 тысяч рублей для должностных лиц, от 600 тысяч до миллиона для юридических лиц. В случае повторного нарушения 200-400 для граждан, 400-700 для должностных и полтора миллиона и до трех миллионов для юридических лиц штрафы. Но для компании это не так много, поэтому новость не самая страшная. Да и, в общем-то, она может иногда преследовать даже какие-то более-менее благие начинания. В общественной палате Российской Федерации оценили вероятность блокировки YouTube и Twitter. Вот это действительно интересная новость. Примечательно, что парламентарии отметили, что вероятность блокировки YouTube составляет не более 10-15%. Главной причиной они видят то, что данная платформа не имеет отечественных аналогов, соответственно, импортозамещение не может быть произведено. А также значительная часть аудитории нашей страны, наиболее активных граждан, вовлечены в просмотр YouTube на регулярной основе, что также является серьезным препятствием к закрытию данной платформы. Что же касается Twitter, ситуация кардинально противоположная. По версии парламентариев, вероятность блокировки Twitter на территории Российской Федерации находится в диапазоне от 80 до 85%. Связано это с тем, что Twitter давно утратил топовые позиции, охват у него не такой большой, и что, в общем, такой формат становится не слишком интересен обширной целевой аудитории. Кроме того, у Twitter появился новый конкурент, как считают парламентарии, хотя я не совсем согласен. И это, что бы вы думали, Clubhouse, что довольно-довольно странно. В Таджикистане видеоблогеров обязали платить налоги. В частности, местные законодатели обратили внимание на пару десятков каналов, у которых в среднем от 3 до 20 миллионов просмотров в месяц. Таджикские блогеры утверждают, что у них незначительные доходы, и что они не смогут платить налоги, и вообще чего пристали. Отстаньте, дайте нам уже видосики пилить. Некоторые собираются закрыть свои страницы в соцсетях, некоторые пытаются вести аккаунты анонимно и не привлекать лишнего внимания. Но это совершенно закономерный процесс. Вот добрались и до Таджикистана. У нас, в общем-то, уже давно налоговые и компетентные органы наблюдают за ютюберами. Если те добиваются достаточно больших результатов, то следят, чтобы вся работа велась официальным образом, и платились налоги. Так что государство подчиняет все источники дохода, налогообложению и своему порядку. Это, в общем, ожидаемо. В общем, все как обычно. Ну да. Ютюб взорвался из-за закрытых комментариев на канале Белого дома. С такими громкими новостями выступил для некоторых СМИ. Причиной послужила жесткая критика в адрес действий администрации президента США Джо Байдена со стороны пользователей Ютюб. И теперь желающие высказаться в адрес американских властей перешли в личный ютюб-канал президента Джо Байдена, где функция, в общем-то, комментариев еще не была отключена, в отличие от официального канала Белого дома. Кроме того, ряд пользователей заметили, что количество дизлайков под видеороликами обоих каналов резко сократилось. Есть масоны, конспирологи и рептилоиды, которые поправили алгоритмы Ютюб и убирают дизлайки. Вся вот эта тема. Кто в это верит, то вот вам пища для размышлений. Индия вводит новые правила для Ютюб, Фейсбук и Твиттера. Любая компания, которая работает в соцсетях, теперь должна в своем представительстве в Индии иметь следующие должности. Контролер, который будет следить за соблюдением местных законов, сотрудник по рассмотрению жалоб, который будет рассматривать жалобы индийских пользователей, и контактное лицо, которое будет доступно индийским правоохранителям 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и будет выполнять требования, поступившие от правоохранительных органов. Их компания должна будет ежемесячно публиковать отчет о соблюдении законодательства с подробной информацией о том, сколько жалоб они получили и какие меры были приняты. Каждая страна идет своим путем, но цели у всех едины. Это очевидно. Google и Фейсбук начнут платить за новости, опубликованные на территории Австралии. 25 февраля австралийский парламент принял кодекс ведения переговоров со СМИ и цифровыми платформами, которые обязывают Google и Фейсбук платить за новостной контент, который публикуется местными СМИ на платформах корпораций. Законопроект в том виде, в котором за него проголосовало правительство, был существенно смягчен. После радикальных мер, которые предпринимал Фейсбук, грозясь полностью уйти из Австралии, были внесены поправки, которые будут регулировать споры, связанные с переговорами между корпорациями и местными медиакомпаниями. Они предусматривают освобождение корпораций от обязательной платы за контент, если они смогут доказать свой значительный вклад в развитие австралийской медиаиндустрии. Также дополнительный двухмесячный период для заключения сделок СМИ до вмешательства государственного арбитра. И техногиганты так и добились своего, потому что данный кодекс так и не предусматривает нормативных ограничений за процессами сбора данных и каких-либо намеков на требование объяснить непрозрачные алгоритмы работы платформы. А это их главный секрет, который они, конечно, ни за что бы не раскрыли. Индийское газетное сообщество просит Google платить газетам за использование их контента. Опять же, 25 февраля индийское газетное общество направило Google письмо с требованием увеличить долю издателей в доходах от рекламы до 85%, а также обеспечить большую прозрачность в отчетах о доходах, предоставляемых издателям Google. Тоже давят, хотят отжать немножко денег себе. Теперь несколько новостей о ТикТок. Кратко. ТикТок заявил о готовности сотрудничать с российскими властями и объясняется это желанием создать и поддерживать позитивную среду на платформе. Как именно будут сотрудничать, они не раскрыли, но следующая новость дает понимание. ТикТок договорился с Роскомнадзором о фильтрации политического контента. И это уже становится заметным, потому что многие ролики и многие контент, связанные с митингами Навального, уже удален с платформы, он никак не находится. И об этом рассказал основатель компании по продвижению блогеров и брендов, продюсерский центр ТикТок Рустем Богданов в ответ на вопрос о том, почему ролики про митинги внезапно пропали из рекомендаций. И еще ТикТок выплатит пользователям 92 миллиона долларов в связи с иском о нарушении приватности. Сливают информацию, это очевидно. По словам истцов, приложение собирало высокочувствительные персональные данные с целью отслеживания пользователей и отображения рекламы. Представители ТикТок отрицают обвинения в сторону сервиса, но не хотят тратить время на судебное разбирательство и готовы решить все полюбовно. Ну то есть, видимо, собирают и решили, а, все равно проиграем, придется поделиться. Но юристы всегда будут нападать на любые платформы, это совершенно ожидаемое действие. Также ТикТок набрал первое 100 блогеров для программы Black Creators. Эта программа распространяется по всем платформам, включает в себя проведение форумов и образовательных мероприятий. Также ТикТок сотрудничает с мультиплатформенной медиакомпанией, которая занимается продвижением творчества различных темнокожих и так далее. Талантливых ребят путем объявления грантов. Эти гранты могут быть использованы на образовательные ресурсы, оборудование и творческие инструменты, чтобы помочь блогерам создавать и развивать свой контент. А где же White Creators? Что за дискриминация? Я что-то не понимаю. Что за бессмыслица? Так здесь все бессмыслица. Twitch начал продвигать темнокожих стримеров на отдельной странице. Создали страницу и у большинства темнокожих стримеров аудитория не превышает 1000 пользователей. Ну как бы окей. Facebook запускает Bars. Bars – это дополнение приложения, которое похоже на TikTok, предназначено для создания и обмена рэпом. Новое экспериментальное приложение под названием Bars позволяет начинающим рэперам создавать и делиться своими, с позволения сказать, произведениями, используя готовые ритмы. В приложении пользователи будут выбирать любой из сотен профессионально созданных ритмов, а затем писать свои, с позволения сказать, собственные тексты песен и записывать видеоролики. Еще одно трэшовое приложение в коллекцию трэшовых приложений, которое приводит к деградации общества. Ну кому-то это нравится и в общем это их право. А это все новости на сегодня. Спасибо, что досмотрели данный видеоролик. С вами Коно Дэн. Мы говорим про YouTube. Подписывайтесь, будет интересно. Поставьте лайк к этому видео. Пока.